Привет! В этом видео расскажу про то, как я собрал новый свой самолет, летающий крыло от AMRC DELFIN. Взял его на замену DART 250G, чтобы носить GoPro, и более стабильно самолет себя чувствовал в ветер. Эксплуатировать я его предполагаю с GoPro, поэтому старался делать билд такой, чтобы именно с этим тупым носом попадать нормально в центре тяжести, и подбирал такое расположение компонентов, и получилось следующее. Сначала по расположению компонентов. Как видно, в носу самолета расположился Air Unit. Антенкой вывел через низ фюзеляжа. Они неплохо зафиксированы, не болтаются. Дырки просто прожег паяльником. Думаю, еще заткнуть их поролонкой, чтобы все-таки дынки не болтались и не вызывали вибрации при полете. Также там в глубине стоит турбинка. Сейчас я ее, к сожалению, не могу показать. Покажу на фотографии. И будет ссылочка в описании к видео. Турбинку, которую можно купить и установить. Турбинка небольшая, работает от 12 вольт. Я ее подключаю просто через балансир и питаю от двух батареек, от двух банок. То есть, напряжение 7,5 копейками. Небольшого потока воздуха, в принципе, достаточно, чтобы Air Unit не перегревался при закрытом кожухе. Также этот самый кожух я разрезал, чтобы иметь возможность так вот его открывать. Открывание реализовал с помощью вот такого армированного скотча. Он очень хорошо полимеризуется через какое-то время и его потом фиг оторвешь. Работает практически как шарнир. Ну, здесь маленько оторвался. Думаю, надо будет переклеить. Но, в целом, идея мне нравится. И, самое главное, крышка никуда не денется, не улетит. Курсовая камера. Кадекс Полар. Которая очень хорошо снимает ночью. Но ночью я пока еще не летал. Но впереди зима. Думаю, что такой опыт в скором времени предоставится. Как видно, весь все летающее крыло я покрыл скотчем. Обычным канцелярским скотчем. Просто заламинировал вот таким образом. С пленкой для ламинирования у меня не срастается. Не получается ее ламинировать. Крылья приклеил намертво. Точнее, я их не приклеивал. Проклеил вот таким армированным скотчем. Чтобы придать жесткость конструкции. И вот этой вот части, чтобы она не флоттерила. Поскольку вот эта кромка довольно-таки гибкая получается. Но благодаря скотчу держится очень хорошо. Бодрячком, я бы сказал даже. И не трепыхается. В нос самолета вывел USB Type-C кабелек для подзарядки ГОПРОХи в полете. Там небольшой бег на 5 вольт находится. Миниатюрный. На фотке сейчас его покажу. Я подключаю сюда ГОПРОХу. И она у меня в полете прям заряжается. Чтобы и не села батарейка. И не прервалась запись. Кабелек ГОПРОХи проложены в штатном тоннеле. И к этому самому AirUnit. Питание турбинки думаю переделать. И запитать напрямую от питания AirUnit. Потребление там буквально под атошиту 2 мА при 12 вольт. Поэтому я думаю не добавить большой нагрузки. Теперь что расположено в заднем отсеке. Как видно сделал такой же шарнир. Чтобы никуда не улетела эта задняя крышка. А такие прецеденты уже были. А там располагается следующее. Полетный контроллер PixRacer. Под ним плата распределения питания. С бегами и прочей начинкой. Motec FK Hub W. Про него я снимал отдельное видео. Можете посмотреть. Ссылочка будет вон там наверху. Кабелек для питания. Ссылка там 16 АВГ. Максимальный ток в районе 16 А. Поэтому 16 АВГ более чем достаточно. GPS TS100. Веси с компасом. Здесь он себя нормально чувствует. Этот болтик ему не мешает. Кабель питания в принципе не мешает. Плата тоже сильно не мешает. Судя по полетам. Так же эти магниты никак на него не влияют. В идеале конечно его нужно вносить в крыло. Но в принципе достаточно. Приемник R9 Slim Plus UTA. С двумя антеннами. Одно раз положил вертикально. В разъемчике для антенны видеопередатчика. А вторую горизонтально пока что. Вот так приклеил. По электронике можно добавить, что используется сервый EMAX ES08MD с металлоредуктором. Регулятор расположил в штатном месте. Качественно его пролагировал. Наклеер на термоклей. Точнее не термоклей, а термопаста, которая затвердевает, которая клеится. Радиатор дополнительно. И написал вот такую вот заглушечку. Чтобы сам радиатор торчал из-под нее. Думаю с обдувом проблем не будет. И с перегревом регулятора тоже. На зиму я думаю распечатаю полностью эту крышечку. Без вентиляционных отверстий. И дополнительно залью тут тоже клеем. Чтобы полностью загерметизировать этот отсек. Чтобы снежок туда не выпадал. Думаю зимой этого радиатора будет более чем достаточно. Коли дошла речь про регулятор. То перейду и к мотору. К выбору мотора. А на самом деле я просто поставил то, что у меня было. А был у меня всего лишь навсего Sunny Sky. 2212 980 кВ. И пропеллер 8 дюймов 6 шаг. Фирмы APC. Отличные пропеллеры. Хорошая тяга. Минимум вибраций. Очень мне не нравится. Но один пропеллер у меня остался. Как называется он? Пушер. Левого вращения. Поэтому если я его сломаю. Один я уже сломал. То придется... Придется либо заказывать новые пропеллеры. Либо у меня есть право вращения. Тогда я просто перекину фазы мотора. И буду использовать право вращения. Так же, как любой другой нормальный дельфиновод. Я уже оторвал деревянный крепеж мотора. И заменил на печатный. Ссылочку оставлю также в описании к видео. Моделька лежит на этим гверс. Напечатал ее с АБС пластика. И вклеил на уху пор. Держится замечательно. В следующий раз отравется вместе с кушком пены, я думаю. По питанию. Отдельной батарейки у меня пока что нет. Поэтому использую коптерные. И то, что у меня вообще было. А были у меня еще литий-ионки. Для этого я спаял вот таких два блока. 4С, 2П. Это типа LG. Какие-то там высокотоковые. Китайские. Неоригинальные, естественно. Литокалы фирмы. Но сборка из 2П. Выдает ток 16-17 А. Спокойно. Что хватает для взлета этому самолету. Но зато летать на этих можно. Очень-очень долгая эффективность. В районе 60 мА на километр. При использовании GoPro центровка получается примерно следующая. Одну батарейку приходится ставить в отсек. В главный, где стоит вся электроника. Вот в таком положении примерно. А вторую батарейку вот в таком положении сюда. В передний отсек. То есть, даже при полете на литий-полимерной батарейке я оставил дополнительный балласт в задний отсек, чтобы попасть в центровку с AirUnit и GoPro. Разумеется, параллельно литий-полимерку и литий-ионку я не соединял. То есть, тут просто ионка стояла как балласт. При использовании литий-ионки второй я эту литий-ионку вставил сюда. Подключал их параллельно вот таким кабельком. И, как видно, к литий-ионкам я подключил XT30, чтобы облегчить подключение. Тоньше провода, меньше разъемчики. Токи там буквально 6 А на батарейку максимальные. XT30 спокойно эти токи переваривают. Ну, а основное подключение уже XT60. Хотя, в принципе, я думаю, можно спокойно XT30 использовать. Если максимальный ток 17 А, XT30, опять же, прекрасно его перенесет. Ну, пускай уже будет XT60. Потому что все-таки именно я использую литий-полимерки. Ну, поскольку вес у литий-полимер 1600 и сборки примерно одинаковый, то их можно менять местами. Так, то есть, это литий-ионка 170 грамм. Это литий-ионка тоже ровно 170 грамм. А что у нас? Ой, полимерки, конечно же. А, ионки потяжелее. Это сборка 200 грамм. А это сборка. 194 грамма. Офигеть. А, тут, наверное, вот эти коннекторы. Параляр. 193. А это 191. Вот, что касается центра тяжести. Но, если использовать его без GoPro с острым носом, то, чтобы попасть в центр тяжести нормально, приходится ставить все-таки две батарейки в нос. Одну сюда. Вот так вот. Да, максимально. Даже вот эту я ставил максимально туда. Заводил даже прямо туда вот. А вторую вот сюда приходится пихать. При использовании без GoPro я так предполагаю, что лучше использовать одну глютиполимерку на 3000 мА. Где-то так. Тогда можно попасть в центр тяжести одной батарейкой. Нормально, без всяких костылей. Но, опять же, у меня весьма специфическая ВМГ. Винтомоторная группа. Мало кто летает на таких моторах с этим самолётом. На этом самолёте в основе ставят коптерные моторы, коптерные пропеллеры. Но вот у меня что было, то и поставил. Вес самолёта с литьёнками и GoPro получается 1100 грамм примерно. Если же вместо них используют лить и полимерные аккумуляторы, то вес получается 1050 грамм. Ну а без GoPro вес получается 930 грамм. Для более удобного подключения к компьютеру вывел USB Type-C, который закрывается силиконовой заглушечкой, в заднюю часть в корму самолёт. И проводочком соединил с USB портом полётного контроллера. Теперь, не разбирая самолёт, очень легко можно подключить кабель, скачать логи, сконфигурировать полётный контроллер. Так я уже сделал на всех своих самолётах. На Бинари, на Дарте также было сделано. И то же самое сделал с Дельфином. Ну вот такое обзорное видео получилось. Сборки моего Атом РС Дельфина. Если видео было полезно, ставь лайк, подписывайся на канал. Пока-пока.